что будет если хрустеть пальцами как успеть вовремя избавиться от хруста в суставах здравствуйте приветствую вас на видеоканале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть книг купить через интернет можно сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже как правильно лечиться вылечиться и жить без болезней решил рассказать вам что будет если щелкать пальцами либо хрустеть суставами в интернете масса информации на эту тему что будет сразу после того как вы неудачно хрустнули суставами либо хрустнули пальцами и я бы не советовал вам проверять у вас будет вывих подвывих либо перелом в суставе в интернете практически нет информации что будет с вами если у вас сегодня хрустят суставы пальцев рук либо пальцем ног хрустит позвоночник через год через пять через 10 лет иными словами на протяжении жизни и в этом видео вы узнаете возможные варианты а также самое главное как правильно избавиться от хруста в суставах чтобы избавиться от хруста в суставах нужно знать почему хрустят суставы а для этого нужно минимально знать анатомию она суставов пальцев рук достаточно проста две косточки соединены друг другом суставными поверхностями покрытыми хрящом через сустав перебрасываются мышцы и связки которые обеспечивают и движение в суставе и самое главное препятствует разлипанию суставных поверхностей при которых появляется хруст сустава и самый простой совет который дают тем у кого хрустят суставы идете тренажерный зал выполняете определенные физические нагрузки накачиваете мышцы и хруст суставов прекращается пока вы занимаетесь действительно мышцы у вас усиливается тонус сжимание поверхности усилилась хруст прекратился сколько времени вы собираетесь проводить в зале тренажерном из 24 часов в сутках понимаете о чем я говорил вышли вы из тренажерного зала мышцы еще какое-то время тонус повышенный имеют и хруст суставов исчез проходит какое-то время он появляется вновь это одна из причин но можно таким способом избавиться от хрустов суставов но не на весь день потому что второй элемент который в данном случае активно участвует и препятствует образованию хрустов суставов или иными словами если он вас слаб то хруст суставов появляется регулярно это связка связка это не самый простой элемент суставе если у вас разболтанные слабые связки то я знаю что вы не знаете что делать если у вас есть печень и почки ну как минимум печень потому как именно работа печени обеспечивает стабжение и мышцы аминокислотами для того чтобы у вас мышечное масло могла расти и связки связки это тоже белковое образование прочность которых зависит с одной стороны от работы печени если у вас прекрасно работает пищеварительная система или от работы пищеварительной системы и печени потому как белок для того что печень могла аминокислоты дать опорно-двеятельному аппарату белок должен был вначале перевариться вашей пищеварительной системе если в желудке либо ферментами поджелудочной железы и тонкого кишечника не переварена белковая пища то связочки будут слабенькие и суставчики будут хрустеть но это не единственная проблема которая способствует образованию хрустов сустава да конечно вам нужен тренер гипотолог который знает не только как вас тренировать но и как работает печени как улучшить работу печени но вам нужен еще один очень важный элемент который еще быстрее появляется в суставе и вы можете избавиться от хруста в суставах буквально в домашних условиях если он вас вовремя появился и что это за элемент вы узнаете прямо сейчас можно легко и быстро избавиться от хруста в суставах в домашних условиях для этого вам просто нужно сделать несколько движений в суставе совершая который вы усиливаете образование или появление в полосе суставов очень важного элемента это синвиальная жидкость которая обеспечивает не только питание хряща и улучшает скольжение уменьшает трение скольжения соответственно движение выполняются с меньшими нагрузками но что очень важно усиливается сцепление суставных поверхностей они не разлипаются и хруст не появляется конечно вы можете после того как вы разработали сустав добиться появление в нем хруста но для этого нужно приложить значительные усилия и скорее таки сустав вы поломаете вывих под вывих у вас могут произойти поэтому так делать не стоит но когда у вас не хватало жидкости синвиальной суставов пальцы в рук и вы могли похрустеть теперь когда вы усилили приток жидкости и ее образование в полосе суставов вопрос где теперь ее не хватает как правило у человека хрустят не только суставы пальцев рук либо пальцы в ног хрустят суставы коленные позвоночник иными словами жидкости вам не хватает и о чем говорит хруст суставов говорит о том что питание хряща нарушена иными словами если хорошо поискать то в своих суставах вы как минимум артроз первой стадии уже можете найти и что будет если вы будете бороться с этой проблемой увеличив уровень физической активности иными словами нагрузка на суставы у вас увеличивается а задумались вы откуда возьмется синвиальная жидкость если вы для этого ничего не делали при нагрузке она расходуется в большем количестве если вы нагрузите какой-либо сустав и будете совершать движение в нем длительное время например ходьба она не напряжена для сердечно-сосудистой системы но суставчики будут работать то со временем у вас суставы начнут нагреваться нагреваться они будут по той простой причине что организм все возможные резервы уже использовал жидкость больше не образуется суставные поверхности трутся в сухую и идет нагревание и вопрос что будет вы легко и просто идете с первой стадии артроза через вторую третью четвертую в анкилоз сустава чем они отличаются если на первой стадии как правило только хруст суставов на второй и третий в разной пропорции и хруст и боль суставов то на четвертой стадии когда есть анкилоз то есть заращение поверхности суставной движение практически невозможно и у вас единственный вариант вылечить артроз четвертой стадии это оперативное вмешательство иными словами нужно заменить сустав конечно заменить суставы можно сегодня практически любые но цена вопроса отличается на несколько порядков вылечить артроз суставов на первой второй третьей стадии значительно дешевле причем во всех суставах в организме чем заменить один сустав на четвертой стадии артроза что будет если хрустят суставы пальцев рук ног коленные голеностопные позвоночник хрустит правильный ответ зависит от принятого вами решения если вы хотите избавиться от хруста в суставах физическими нагрузками неважно это тренажерный зал либо занимаетесь спортом домашних условиях правильный ответ будет активное движение из первой стадии артроза через вторую третью в четвертую под названием анкилоз суставов и чем интенсивнее нагрузка и хуже генетика тем быстрее вы пройдете этот путь чтобы избавиться от хруста в суставах другим путем вам нужно знать больше информации что делать если у вас есть печень и почки а также другие секреты диетолога которые позволят обеспечить не только более полное правильное питание для ваших суставов и организму в целом а также бесплатным бонусом вы получаете еще и полное очищение организма от шлаков и токсинов которые образуются постоянно и очищение может происходить в режиме реального времени если вы знаете что делать если у вас есть печень и почки а произведенный в германии гель алоэ с хондроитином и глюкозамином позволит обеспечить целенаправленно более правильное питание вашим суставам я бы сказал это минимальный набор для относительно здорового человека если у вас есть хронический гастрит кастрододенит язвенная болезнь панкреатит дисбактериоз кишечника и другие проблемы в пищеварительной системе такие видео есть на моем канале поищите схема может быть несколько сложнее но результат то вас интересует вы же хотите узнать что будет если хрустят суставы сегодня с вами через год 5-10 лет если вы обеспечите правильное питание и своим суставам и своему организму будет крепкое здоровье и активное долголетие вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео я подумаю какое еще видео написать на тему здоровье и активного долголетия для вас до новых встреч на моих каналах доктор скачко и школа доктора скачко